Привет-привет, мои дорогие. Блин, записываю, записываю, что-то болтаю, болтаю. В общем, у меня все просто. Оказалось, что я ничего не записала. И уже начала есть. Ладно, посмотрела вовремя. Ребят, у нас огурцы в магазин смарт вот ребятишки покупали. Не знаю, не помню, я наговорила. Вот мы сейчас их вытащим себе, да? Ну, чтобы банку-то не лазить. Там я еще тоже купила. Я сегодня ездила. Ну, я не снимала обзор, мне что-то... Я так хотела, уже устала. Я там в магазине кое-что сняла, ну, уже, наверное, видео выпущу. Картошечку, пюре я наварила. И вот я им оставляла тут рульку, они ее не доели. И я положила ее себе, разогрела. И сейчас будем жрать. Вы знаете, как я люблю пожрать. Я очень люблю пожрать. Наконец-то я могу почавкать. Картошка обалденно вкусная. И рулька тоже. Ну, некоторые, может, порадуются, что я сегодня прям культурно жжу-то. Что-то уже ни луку, ничего не хочу наелось. Ну, сколько можно? У меня у Мальян такой огородич, там уже лук стрелы дает. Неподоконники. Не знаю, завтра я на работу. Говорит, что сварить. Не знаю. Может, в ремешере. Рулька есть, сыра есть. Яйца есть. А сами сами сварят. В общем, Мальян у меня в этом году заканчивает технику. И она говорит, мам, вообще, когда мы поступали, ну, на 3 года они учатся, да? Когда она поступала, им сказали, стипендию вам будут платить только тем, кто учится без троек. Даже, представляете, стипендию там. Ну, я никогда не брала эту стипендию. Там даже не интересовалась. А в школе она у меня училась, извините, ну, не очень. И я очень не хотела, чтобы ребенок вшел в 10 класс. А я вообще не скандальный человек, а бы тогда. Ну, не хотела я. Ну, поступили в технику. А насчет дальше не знает, будем или не будем. Ну, пока так. Ну, если даже и будем, она пойдет на заочку, естественно. И вот там говорят. Стипендию. Вообще, без единой тройки. Ну, это там не четверть, а семестра. У меня ребенок. Все три года учебы получал стипендию. У меня не было ни одной тройки. Единственное, что на первом курсе. Я говорю, она может красный диплом. На первом курсе. Было много четверок. Я к чему веду разговор. Приходит и говорит. Ну, она делала диплом, там что-то переделал, что-то подделать. Теперь дипломный, как бы, да, проверка. Он говорит, я стала проверять свои оценки. Ну, аттестат, диплом. Вам представляешь, мне что-то тройку не поставили. Смотрю, говорит, по физкультуре тройка. Я туда, я сюда. Ошиблись. Нет, ошиблись в лучшую сторону. А ошиблись-то в худшую. Ну, все, исправили, все увидели. Слава богу. Вот так бывает. Обалденно, все вкусно. Юль, ну вот у вас то же самое там. Она наемшаяся. Доча, рассказывай, как тебе чью-тройку не поставили в дипломе. Меня не кормят. Ты это не хочешь, то не хочешь. Хлебушка хочу. Ну, так сказала бы, иди сходи за хлебушком. Я хлеба не купил. Иди. В самокате один хлеб не привезут. Сама почувствовать. Не, мне не пойдет страшно. А тебе не холодчик? Не хочу. Моль. Сейчас мы, в общем, с Аней, ну, видео тоже вы ездили в смарт. Ездили в планету обуви, Вики там. Одежда и обуви у нас тоже. Ну, уж не стала снимать, потому что я сегодня что-то столько видео наснимал. Большущий тоже магазин. Ну, для нас. Для самых богатых. Народу там полно. Я там не одеваюсь. Ну, я, ну, у нас богатая. Вики купили босоножки. Я хотела маечку какую-нибудь посмотреть. Ну, что тут? Воруем. Не нашла. Ладно, соус барбекю. Подай. Я сейчас соусом даю. А вкусно? А вкусно? Да. Попробуем тогда соус, раз уж нам посоветовали. Вики купили. А босоножки купила? Ну, а я такой, он дымком отдаёт. Ну, я так. И надо уже вставить котят. Сейчас чем я буду заниматься? Свариваю в мишене. Наверное, надо вставлять котят потихоньку. На определение жильцов. Жильцам. Но про планеты обувь-то я не говорила. Ну, так же. И уже меня снимать не стала. Следующий раз. Я даже распаковку мне что-то уже всё. Поел мукбанк, нормально. Ещё, кстати, кто-то любит щековину. Ну, там уж очень. Я как-то раз покупала прессованное мясо и щековину. На что я люблю. Жилки, жир. Не. Там очень прям вот жира такого много. Который я не очень люблю. А я люблю вот как жир. Вот сало. А там как... Не знаю, в общем. Кто знает про щековину, тот меня поймёт. Мне бы... Кто-то вопрос задал. Вы всегда так едите? Быстро. Я не хочу видео делать длинными. Можно и полчаса. Их тяжелее загружать. Ну, не думаю, что их будут смотреть. По полчаса. И так приятно. Мне пишут такие хорошие комментарии. Кстати, сейчас плохих. Комментариев намного меньше. Ну, есть, конечно, они. Конечно, они никуда не денутся. Они тоже нужны. Такие-нибудь и прикрятные комментарии. Обалданные. Всем спасибо за эти комментарии. Всех обняла. С вами была Наташа. И мой канал, который называется Мама Наташа. Представляет. Пока-пока.